Уважаемые коллеги, дорогие отцы, братья и сестры, я рад, что мы все собрались здесь. Мне бы хотелось представить себя и моего коллегу со-модератора, я предоявляю Антонио Львинов, большинство вас присутствующих, мы так или иначе знакомы, в данном случае присутствую в качестве советника, председателя управления фонда русскими Рячеслава Алексеевича Никонова. И мой сосед с правым, Фарид Кондрат Асадуллин, является советником Верховного МОФТИ, ведущим сотрудником Института Востоковедения, объединяет в себя замечательные дарования и исламского богослова, публициста и ученого исламоведа, что тоже очень хорошая комбинация. Вот, и я для начала, просто даже до того, как кому-либо предоставить слово, мне бы хотелось, ну, знаете, есть на самом деле традиция наших европейских коллег, которую я очень люблю, но она предполагает действительно наличие круглого стола, когда все сидящие у круглого стола говорят буквально там два слова самих себе, да, но сейчас немножко может быть это сделать сложнее. Я просто хотел бы сказать, что у нас сегодня действительно уникальный круглый стол, уникальный состав участников и докладчиков. Чем круглый стол этот уникален? Ну, межрелигиозный формат, сегодня он не уникален, это наоборот часть, как можно сказать, мейнстрима, да, уникальная композиция. Довольно часто в Российской Федерации мы видим круглые столы с участием православных и мусульман, да, это как бы, в общем, уже слава богу, происходит довольно регулярно. И немножко, довольно часто мы тоже видим круглые столы в формате более-менее соответствующем составу межрелигиозного совета России, да, и когда у нас собираются вместе представители традиционных конфессий, как бы первого ряда, да, традиционных конфессий. Все традиционные конфессии этим, конечно, перечнем не исчерпываются, когда у нас вместе православные, мусульмане, иудеи и буддисты. Вот, если удастся буддистов достать из их глубокой медитации, это не всегда получается. Но это тоже такой есть состав, да, достаточно распространенный. Иногда бывают православно-католические диалоги, реже в России, чаще за рубежом. Довольно редко, но, может быть, в последнее время чуть-чуть чаще происходят встречи православных и старобрядцев. Потому что это, и слава богу, этого тоже становится все больше. Чем уникален наш формат, что у нас мы не попадаем ни в одной из этих категорий. У нас здесь вместе православные, старобрядцы, мусульмане. К сожалению, нет представителей иудейской и буддистской общины, но есть представитель Римско-католической церкви, которая является одновременно представителем ассоциации преподавателей русского языка и литературы Австрии. Вот, и поэтому у нас очень интересное сочетание. И на самом деле, как я надеюсь, что повторится, согласишься со мной, что мы по определению исходим из неких базовых вещей, что нам не надо доказывать друг другу, что мы вместе. То есть мы уже из этого исходим. Слава богу, наш опыт взаимодействия в России, он такой, что это аксиома. А вот что, может быть, не является аксиомой, а является вызовом и задачей, это понять, как мы это можем воплотить в конкретных делах. Потому что, с одной стороны, есть все мы, предстоители традиционных конфессий, во всем нашем единстве, в многообразии. А с другой стороны, есть вот этот постсекулярный мир, который очень сложный мир, который уже совсем не тот секулярный мир модерна, где религиозный фактор пытались отделить и от личной, и от семейной, и от общественной жизни. Этот вот дивный новый мир, как бы торжество вот этого проекта, секуляристского проекта модерна, все это ушло в прошлое, этого мира больше нет. Мы живем в мире постсекулярном, в том мире, где уже религиозный фактор, религиозные мотивации и ценности, они снова возвращаются. Возвращаются порой драматично, порой не так, как нам бы этого хотелось, но безусловно возвращаются. Уже как определяющий фактор во многом и общественных процессов, и слава Богу, что это так, на самом деле. Поэтому наша задача, как вот в этом постсекулярном мире, мы можем эффективно выполнить свою миссию, вместе свидетельствовать о важности того, что мы есть и что мы делаем, да, и потому что, на самом деле, действительно, этот мир очень сложен и драматичен, а вызовы, они огромные, начиная с того, что несколько дней назад говорил Святейший Патриарх на Всемирном Русском Народном Соборе, да, даже современные вызовы, связанные с биомедициной, с новыми технологиями, они таят в себе драматические совершенно, и порой это может быть трагические возможности по созданию, да, вот этого самого нового постчеловека, например, да, потому что кто-то очень хочет, чтобы мы из человеческого общества перешли в постчеловеческое общество, да, и вот наша задача еще быть на стороне культуры, на стороне человечности, против вот этого вот постчеловеческого общества, о котором грезят, да, новые прогрессисты. Это тоже, кстати говоря, очень серьезные вызовы. Вот, и мне бы сейчас хотелось бы для нескольких каких-то размышлений важных предоставить слово моему коллеге. Спасибо большое, но, прежде всего, я хочу сказать, что мы все находимся под впечатлением пленарного свидания, которое прошло и которое в очередной раз, так сказать, дало повод для очень таких серьезных размышлений о том, что из себя представляет наш русский или русскоязычный мир, да, кому, так сказать, удобно говорить. Но, действительно, ключевое слово, которое прозвучало практически в каждом выступлении, это многонациональность. Действительно, наша страна сформировалась как цивилизация, как некое сообщество разных народов, разных религий. И на этом цивилизационном ландшафте очень заметны две, очень большие вершины. Это мир восточного христианства, православия и мир ислама. Вот, чтобы наш диалог был более предметный, да, я в качестве некой такой провокации хочу несколько высказать идей, но прежде чего, я думаю, это очень важно, на самом деле и православие, и ислам пришли в русскую землю, в российскую землю практически одновременно. Ну, может быть, с разницей в 66 лет. В 1922 году сначала Востовская Булгария приняла ислам. Через 66 лет Киевская Русь прошла обряд крещения. Отношения в течение более чем тысячелетней истории складывались, безусловно, по-разному. Да, были очень острые фазы, и когда сегодня говорили о том, что не было религиозных войн, ну, до Ивана Грозного они были, и это тоже исторический факт. Другое дело, что действительно, как безусловный положительный момент нашей общей истории, надо признать, что последние 500 лет представители наших народов, исповедующих православие и ислам, они живут в одном государстве и находят общий пути решения тех проблем, с которыми приходится сталкиваться. Я бы еще хотел обратить внимание на то, что мы с моим другом Антоном Ильиным встречаемся на разных площадках, и это был международный форум, диалог цивилизации, другие площадки. Да, на самом деле, в лице Антона я всегда нахожу очень интересного собеседника, человека, который очень глубоко знает, ну, понятно, и христианскую историю, но и хорошо знает и арабо-мусульманскую историю. Мне очень приятно иногда слышать его цитации из классиков арабо-мусульманской культуры. На самом деле, вот я к чему это веду, в прошлом году мне пришлось довольно плотно общаться с митрополитом Иларионом, он мне подарил свою книгу, посвященную Иисусу Христу. Вот, и когда мы с ним прощались, он сказал, обратите внимание, там вы найдете много интересного. И действительно, я, ну, вы видели, в презентации этой книги была библиоглобус, и потом она, в общем-то, сейчас ее читают. И вот я обнаружил там очень интересную идею, которую, в принципе, трудно было бы еще представить сто лет назад. Митрополит Иларион пишет, что ислам – это не христологическая ересь, как некоторые считали. Это живая религиозная традиция, и дальше идет ссылка на Коран. На самом деле, вот это движение навстречу друг другу, мне кажется, это очень важный сигнал для представителей нашей религиозно-ориентированной интеллигенции. Если люди, представляющие мир христианства и мир ислама, будут вдумчиво относиться к наследию друг друга, мне кажется, и русский мир сам по себе обогатится новыми идеями, ну и конкретно общение между христианами и мусульманами тоже приобретет совершенно новые краски, краски, которые присущи, вот я не знаю, здесь Антон говорил, пост секулярному миру, да, мы сможем общими весельями, так сказать, наполнить его совершенно новым духовным содержанием. Но роль модераторов заключается не в том, что самим говорит, поэтому я думаю, что Антон, ты согласишься? Я согласен, что наша задача сделать немножко действительно дискуссию интересной и, может быть, бросить какие-то мячи, которые будут отброшены назад или следующим выступающим. Но для начала мне бы хотелось пригласить выступить человека, который, несмотря на то, что уже сегодня выступал со словом, но не со своим словом о соглашении в приветствии Верховного Муфти, вот, и на самом деле я могу честно сказать, что это не всем удается, Рушан Хазрат, так вот действительно повести себя смиренно и огласить слово своего руководителя и сойти со сцены. Некоторые после этого задерживаются на сцене еще так минут на 15, вот поскольку вы так, в общем, повели себя смиренно, но как бы в этом смирении, конечно, был еще тоже некий умысел, потому что мы все прекрасно знаем, что вы готовили свое выступление именно на нашей секции, и я думаю, что это выступление во многом тоже задаст какую-то правильную тональность, дальнейшей дискуссии. У нас будут выступающие представители исламской умы, православия, старообрядчества, вот, католическая церковь, мы будем стараться, чтобы действительно в этом была, так сказать, некая тоже преемственность выступающих, да, и совершенно разные были какие-то вот ракурсы на эту проблему межрелигиозного диалога и нашего совместного свидетельства вот в этом самом сложном постсеркулярном мире, поэтому я рад предоставить Рошан Хазад слово вам, да, и вы приглашаетесь, я не буду говорить к трибоне, вы просто в рамках круглого стола берете слово, но перед лицом ко всем присутствующим. Благодарю, еще раз рад всех искренне приветствовать, и, конечно же, очень рады, что в этом году в рамках ассамблеи проходит столь важный и, на наш взгляд, необходимый круглый стол, который, в принципе, на наш взгляд, призван именно стать такой постоянной площадкой по обмену мнениями в наших вопросах именно добрососедства, и, конечно же, наверное, самое главное, то, какую дальнейшую модель мы готовы, показывая на примере нашей страны, России, я думаю, что именно передавать и в те страны, где сегодня, как мы с вами знаем, есть проблемы в мультикультурализме, проблемы в межридиозном диалоге, в межнациональном диалоге и так далее. Поэтому я думаю, что я хотел бы буквально тезисно пройтись по некоторым таким важным аспектам, на мой взгляд, и с удовольствием, если будут какие-то вопросы, постараться ответить. Ну, в первую очередь, конечно же, важность диалога. Где он заложен? Заложен в наших священных писаниях. И всем известный хронический аят, где Всевышний говорит о том, что Он сотворил нас из мужчины и женщины, сделал нас разными народами и племенами для того, чтобы мы познавали друг друга, либо самый уважаемый, можно сказать, самый близкий по отношению к Всевышнему, это тот, кто более благочестивый. Это известный хронический аят, который, можно сказать, берет такую основу того, что если бы все очень было угодно, мы бы были созданы народом одной религии. Но, безусловно, сам главный посыл, который идет, это посыл пророков и посланников, которые приходили в этот мир. И, в принципе, Он уже закладывает ту важную модель единства. Единство в таком многообразии, если можно сказать. И в этом отношении есть не один аят, где Всевышний постоянно призывает нас к созиданию и к сотрудничеству. Вот так, например, Всевышний говорит, помогайте друг другу в благочестии и благовоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде. Ну и, наверное, тоже хотел бы еще такой один важный момент подчеркнуть. Это прощальная проповедь пророка Мухаммада, где он говорит о людям. Ваш Бог один и ваш отец один. Все из вас восходят к Адаму. Адам был создан из земли, из глины. Нет верховенства у одного над другим, кроме как по праведным деяниям. А почему я цитирую данное высказание? Потому что для мусульман они, безусловно, имеют такой важный характер по отношению к тому, чтобы люди выстраивали именно диалог. И из жизнеописания пророка Мухаммада мы видим, что он выстраивал этот диалог с представителями разных религий. И очень известный документ, который, можно сказать, стал неким, может быть, прародителем Конституции, это, кто знает, Мединское соглашение. То есть, когда пророк Мухаммад переселился в Медину, и там были представители разных культур и традиций, он заключил договор с христианской общиной, с иудейской общиной, в том числе даже и с многобожниками, которые в Мекке, как мы знаем, это стало и причиной его изгнания из Мекки, так как были постоянные притеснения и, конечно же, конфликты. В Медине он нашел общий язык, и вот этот договор о правах и обязанностях одних с другими стал, наверное, основой того, что в исламе есть это понятие не просто на словах, но и, конечно же, закрепленное на практике, и вот именно на тех основополагающих аятах, которые я только что зачитал, и высказываниях самого пророка Мухаммада. Ну и, в принципе, если посмотреть исторические аспекты мусульманских государств, как арабский халифат, золотарда, Османская империя, то мы всегда видим, что везде в этих государствах был межкультурный, межнациональный, межконфессиональный диалог, и он выстраивался по отношению ко всем. Ну вот, в качестве примера, один из отцов христианской церкви, преподобный Иоанн Дамаскин, жил и работал при дворе дамасских халифов, а духовный руководитель религиозного еврейства, выдающийся иудейский богослов Маймонид, получил уже образование, а затем и трудился в мусульманской Северной Африке. Ну и таких, конечно же, примеров, я думаю, очень и очень много. Благодаря мусульманам, в свою очередь, в эпоху Средневековья, были также сохранены для потомков работы древнегреческих философов, которые массово переводили, изучали при дворах мусульманских правителей и в научно-образовательных центрах мусульманского Востока. Ну и, конечно же, во многом именно вдохновившись с работой мусульманских, также ученых и философов, в особенности Бен-Рушт Аверос, европейцы также развивали эпоху просвещения. Ну и много других фактов, даже вспоминая такой исторический эпизод правильного халифа Умара, когда он посещал Иерусалим, и мы помним эту прекрасную историю, когда пришло время молитвы, вселенский патриарх предложил прочитать ее в храме Бога Господня, на что Умар сказал, я этого не буду делать, чтобы через некоторые поколения, то есть когда можно будет по-разному преподнести данный факт, просто мусульмане превратили в мусульманский храм, и, как вы знаете, он отошел чуть подальше, прочитал молитву на улице, и сейчас рядом, как раз недалеко от этого места, и возникнут в качестве памяти именно мечеть, она так называется мечеть Умара-дин-Хаттаба, то есть мечеть, посвященная Уму. Поэтому из таких ярких примеров, которые, в принципе, необходимо освещать, необходимо говорить, то, что и делают сегодня наши имамы, муфти, религиозные деятели в наших мусульманских общинах, и здесь, наверное, на примере такого взаимоуважения, оно именно выстраивается, такой диалог, который не только на теории, но и, конечно же, подтверждается на практике. И множество разных интересных таких идей, которые сегодня уже пытаются реализовать наша молодежь. Вот буквально приведу несколько таких ярких примеров. Буквально недавно мне также посчастливилось быть и участвовать в одной из секций Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в Сочи. Я задал вопрос аудитории. А там была молодежь из разных стран мира, довольно-таки очень большое масштабное мероприятие. Я спросил, кто из аудитории читал Библию. Ну, больше половины зала подняла руку. Было очень приятно. На вопрос, кто читал Коран, тоже примерно такое же количество, там плюс-минус мы не подводили. Но вот по Торе уже поменьше, там буквально, может быть, несколько человек подняло руку. И это о чем говорит? О том, что, безусловно, очень важно сегодня вот этот обмен, когда люди, изучая свою культуру, и изучают параллельно культуру своего соседа. Сегодня такой пример есть. Наши школы. Вы знаете, что в России у нас, как уже ведется, около 10 лет вроде бы, преподавание предмета по основам традиционных культур и светской этики. По этому поводу у нас позиция и Совета Муфтиф России Духовного управления была такая очень ясная, понятная. Мы говорили о том, что важно в нашем национальном и глигиозном обществе рассказывать сегодня нашим детям о культуре не только своей личной, то есть выбирая предмет основы мусульманской культуры, или, например, других культур, но и важен именно изучение своего соседа. То есть, и, как вы знаете, из шести предметов есть такой предмет, как история мировых религий, которая дает возможность сегодня вот в этом комплексе познать и христианство, и иудаизм, и ислам, и буддизм. И вот сам на практике, как отец, мой сын также учился в четвертом и пятом классах, и когда встал вопрос выбора предмета, я, безусловно, сказал, изучая именно этот предмет, потому что основу мусульманской культуры я тебя смогу научить. Ну и, безусловно, то, что я делаю ежедневно в нашей семье, и, слава Всевышнему, есть мадресе, которые у нас в воскресной школе при мечетях сегодня открываются. Ну и, безусловно, у наших традиционных религий также сегодня есть, сегодня, я думаю, очень хорошая инфраструктура после вот 70-летнего застоя. И мы на сегодняшний день можем обучить своей культуре, своей традиции в своих приходах, в своих мечетях, храмах и так далее. И мне было приятно, вот, ему дали задание подготовить такой предмет, вернее, задание по этому предмету праздники иудейской культуры, иудаизма. И мы вместе с ним сели, начали разбирать каждый праздник, откуда он происходил, естественно, где-то интернет помог, где-то я позвонил своему знакомому раввинам, и вот мы полностью подготовили, он вышел с презентации, и я понимаю, что это у него уже осталось в голове. И он сможет, как минимум, поздравить своего одноклассника, в дальнейшем однокурсника, в дальнейшем сослуживца или коллегу с тем или иным праздником, понимая его смысл. Также и другой пример, готовясь к проповеди Курбан-Байрам, я не только ссылаюсь на Священный Коран, но и ссылаюсь на Библию, на Ветхий Завет. В 22 главе также есть практически схожая история про жертвоприношение Абрама. А сам праздник, он как раз полностью, Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения, как раз восходит именно к этому событию. И мусульмане, чтя эту памятную дату, что Всевышний не пожелал пролития человеческой крови, дал возможность людям приносить жертву жертвенно-животных. И когда об этом говоришь, у людей, естественно, начинает уже совершенно по-другому идти восприятие. Хочу тоже продемонстрировать очень интересное высказывание. Один мусульманский мыслитель 20-го столетия, вот как раз продолжая вот в эту тему, в тезисную, Мухаммад Асад, который взял себе имя Мухаммад Асад, а до этого его звали Леопольд Вайс, уроженец Украины, еврей по национальности, полиглот, журналист, автор книг и глубоких размышлений в серии своих выступлений на швейцарском радио. Сказал, ислам, иудаизм и христианство имеют много общего. У них один источник – это аврамические религии. Познавая другого, представители этих религий могут лучше познать свою собственную веру. Мирное существование ислама и Запада не только возможно, о чем свидетельствует ряд исторических примеров, оно является жизненно необходимым как для ислама, так и для Запада. Ну, здесь, наверное, имелось в виду, в общем, христианство и не то. Поэтому в этом отношении так оно и происходит. Именно познавая культуру, традиции, свой сосед, ты начинаешь понимать лучше и свою культуру, свою, безусловно, веру. Ну, и сегодня у нас этот диалог развивается не только на словах и на практике. Вот приведу вам такой яркий пример, который, к сожалению, не дается огласке федеральных средствах массовой информации, но на региональном уровне мы доносим. Наша одна из мусульманских общин в Подмосковье, город Пушкино, очень такая активная, проводила ряд субботников, и вдруг они приходят с идеей, говорят, вот Пасха будет скоро. Мы хотели бы организовать субботник и сделать некий подарок нашим православным перед Пасхой, то есть убрать окружающую территорию храма в этом городе и просят нашего благословения. Мы, безусловно, поддержали. И был такой резонанс, вот люди, представляете, помолились в пятницу, ну, мы не в субботу, а в пятницу, нам легче народ просто соорганизовать. Помолились, и где-то человек, примерно там 78 человек, и стар, и млад, как говорится, все вышли, несмотря на дождливую погоду, на сырость, это было как раз перед Пасхой, и убрали территорию, прилегающую к храму. И мне понравилось высказывание священника, который сказал, «Для меня Пасха уже началась сегодня». Вот этот вот жест мусульманской общины, он показал, что вот мы живем в едином государстве, где не просто мы можем говорить о диалоге, но и, конечно же, на мой взгляд, реализовывать его вот через подобного рода примеры. И это все реально, это все возможно, просто, наверное, познавать и, конечно же, двигаться вперед. Ну, вот, наверное, мои такие основные тезисы, с которыми я хотел поделиться. Вот, если у нас вопросы, или готов буду ответить. Спасибо. Сейчас, я думаю, что лучше, действительно, мы каждый выступит, давно у нас начнется уже такой диалог совсем-совсем неформальный. Буквально вот два комментария, мне кажется, что вы очень важная вещь сказали о важности вот такого практического богословия диалога, да, и о важности, и, с одной стороны, учебных программ, в которых эта диалоговая структура была заложена просто вот методически, методологически, да, и о важности вот таких вот акций прямого действия, потому что это просто братская любовь, да, и через это происходит настоящая встреча, когда, действительно, узнавая другого, мы гораздо глубже прикасаемся к истокам и собственной духовной традиции. Об этом, вообще, об этом богословии встречи, в богословии диалога в 20 веке было очень много всего написано и сказано, задача вот это воплотить в жизнь. Ну, прежде всего, я бы хотела поблагодарить за предоставленную возможность и сказать вам, что я в Крыму работаю только год и два месяца. До этого 40 лет моей жизни прошли по Владимиру Суздальскому музею-заповеднике, и когда мы встречали, наверное, это была девятая ассамблея, то я как раз организовывала вашу встречу в Суздале, будучи директором Владимира Суздальского музея. Вы прекрасно помните, как мы посещали Спасы и Фильмские нарасты, возлагали цветы к памятнику Мавзолея Дмитрия Михайловича Пожарского. А вот так, божьим промыслом, так судьба распроизвела, что я из города Владимира, основанного князем Владимиром, оказалась рядышком с тем местом, где принял крещение князь Владимир, что называется «От Владимира к Владимиру». Я полагаю, что все-таки 40 лет, проведенные в Владимиросудбовском музее, дает некоторый опыт общения с епархией, с Русской Православной Церковью, потому что так сложилась судьба российских музеев, что очень многие музеи находятся в помещении, в которых ранее принадлежали конфессиям. Что касается Владимира Суздальского, то в моем большом хозяйстве было, конечно, больше всего объектов, которые ранее принадлежали Русской Православной Церкви. Были Старообрядческий храм, был Католический собор и даже Дом Ксенза. И надо сказать, что в любом сегодняшнем учебнике по музею ведению можно просчитать, что российские музеи начинались именно с церковных собраний. Это лестницы, древние хранилища и так далее. Ну, можно на эту тему много разговаривать, но я бы хотела сказать о другом. Вот вы знаете, всегда очень много зависит от личностного человеческого общения. Какое взаимодействие происходит между конкретно руководителем музея и теми людьми, которые представляют те или иные религиозные конфессии. От этого очень много зависит. Здесь личностное, я бы это рассказала, на первом месте. И, к сожалению, принятие пресловутого 327-го закона о передаче церковных объектов, оно родило такое вот сложное взаимодействие между музеями и религиозными конфессиями. Я бы сказала, даже искусственного характера. Я бы хотела обратиться к запрашиванию с таким воспоминанием. Дело в том, что в 2001 году было принято постановление правительства по номерам 490. И это постановление позволяло совместное использование памятников, совместное использование религиозных объектов. К сожалению, в новом законе вот этой нормы нет. Мне кажется, что это неправильно. Особенно, когда речь идет об особо ценных объектах культуры, входящих в список наследия ЮНЕСКО, это рождает, вот что называется, конфликт на ровном месте. Приведу пример. Когда вы были во Владимире, вы, наверное, помните, Квитеральный Узбинский собор, Безокаменный памятник XII века. Понятно, что это памятник, национальная святыня, и это мировое достояние. И предмет его сохранности – это предмет государственный. С другой стороны, это величайшая святыня Русской Православной Церкви, это единственное место в России и вообще в мире, где хранится наследие великого Андрея Рублева. И вот по этому 490 постановлению у нас была выработана совершенно отличная православная человеческая норма взаимоотношений. С одной стороны, это был государственный памятник, за которым в полной мере нес ответственность Федеральный музей-заповедник. С другой стороны, это Кафедральный главный собор, где ежедневно шло благослужение. И мы договаривались. Я полагаю, что да. Хотя очень непростая история, вы знаете. Здесь тоже был искусственный конфликт. Я считаю, господи, прости меня, грешну, что не надо было назначать благочинного директором государственного музея. Это создало конфликт на родном месте. Мне так кажется. Ну, действительно, давайте не уходить, может быть, в частности, конкретных ситуаций, но, естественно, формат мирного сосуществования, наверное... А вот в отношении Херсонеса давайте вернемся к недавним событиям. Вы помните, было заявление о передаче объекта Херсонеса Таврического как раз на фоне событий в Петербурге, так сказать, епархии крымской. Но вы нашли же понимание, услышали друг друга, приняли решение, что это несвоевременно, что сейчас это не нужно. И я бесконечно благодарна Владыке Тихону, епископу Егорску, который приехал в августе в Херсонес Таврический. И когда мы в здании бывшей трапезной открыли, наконец-то, музей античной истории, который 12 лет стоял и не двигался, и люди 12 лет не видели великолепные образцы античного искусства, и Владыка повернулся, говорит, «Святая Родина, поздравляю, вы сделали музей европейского уровня. Это наше достояние». Светлана Евгеньевна, спасибо вам большое за вашу реплику. Действительно, нет, и озабоченности музейного сообщества, они понятны, но мне кажется, во-первых, очень важно избегать сегодня всего того, что ведет к дополнительному разделению в обществе, да, причем искусственно, да. Надо уходить от инфликции. И второе, конечно, надо показать всем людям, что церкви, церковь и традиционные конфессии, они на стороне культуры, против антикультуры. Но когда искусственно возникает противопоставление религиозной традиции и культуры, это на самом деле очень-очень-очень большая опасность, потому что это абсолютно ложный месседж, да, на самом деле. Может получиться у кого-то восприятие, потому что на самом деле и православие, и ислам, да, это они, мы на стороне культуры, да. А вот антикультура – это все то, что, к сожалению, сейчас поднимает голову, навязывается, да, и потому что действительно идет катастрофическая, такая игра на понижение, я бы так сказал, культурных стандартов. Поэтому здесь, в общем, надо объединяться, а когда, конечно, получается, что мы декларируем одно, а потом не можем ужиться, в общем-то, на совсем такой маленькой коммунальной кухне, но это очень-очень обидно. Кстати говоря, в Крыму я столкнулась с таким необычным для меня опытом, поскольку я приехала из традиционного православного центра Владимира Суздинского, и у меня среди сотрудников, конечно, очень много людей разных национальностей, я столкнулась с исламом, очень много крымских татар, и вот я вам хочу сказать, что вот такой необыкновенный для меня был факт. У меня самая ревностная, самая, наверное, в моем понимании, истинная прихожанка храма Святого Владимира православная татарка по национальности рожденная в исламе, и сейчас она инициатор проведения конференции имени Святого Князя Владимира, только что оформили грант на православные инициативы. Вот такие вот бывают интересные в нашей огромной стране невероятные поставки. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я бы хотел отметить очень яркое эмоциональное выступление доктора Салману. Действительно, важную проблему, которая нуждается, безусловно, в отдельном разговоре. К сожалению, формат нашего сегодняшнего мероприятия не позволяет говорить о очень важных вещах. Это действительно главная боль и мусульманского мира, и всего цивилизованного мира. Но следующий наш спикер – это Турия Микер. Правильно я сказал, да? У нас в Сморок очень тесные связи между государственной, и я бы хотел особо отметить отношения между нашим Мухтияхом и марокганским государственным. Я думаю, что Рушан Хазар обязан. Он мог бы очень многое рассказать о тех проектах, которые мы реализуем общими усилиями и в образовательной сфере, и в плане культурного обеда. Мы действительно знаем, что школа русистики в Марокле имеют очень далеко давние корни. Я знал очень многих русистов, которые приезжали сюда и в Суздаль, и в Суздале. Вот это всегда было очень интересно для вас. Я хочу представиться. Я преподаватель русского языка и забывающий отделение русский язык как деловой. Но вот я обрадовалась, когда я слышала такие слова, но в действительности мы там в Мороке страдаем. Почему? Потому что поддержки, хотелось бы, например, поддержки фонда русский мир. Почему? Потому что, ну, я, поскольку я знаю, наверное, фонд русский мир поддерживает тех стран, где много студентов и много говорящих на русском языке, или хоть где учатся, много студентов учатся русский язык. К сожалению, в Морока у нас мало учатся русский язык, поэтому мы спрадаем. Мало, мало студентов. По сравнению, конечно, по сравнению с временами Советского Союза, много там тогда изучали, а сейчас мало. Поэтому, вот, например, на нашем факультете сколько у нас в этом году? Только 30 студентов. Поэтому тогда просим поддержку. Мы не получаем. Нам удалось, например, издать с моей коллегой, коллегой, издать учебник русского языка, учебник русского языка, как деловой, но при поддержке РУДН. Спасибо Русской университете Дружбе и Народов. Ну, сколько нам печатали? Только 40 экземпляров. Если фонд русский мир, мы печатали много, чтобы хоть стать студентом. А можно уступить с вами в диалог? А вы подавали заявки на грант? Да нет. Ну, нам сказали фрост-центр, сказали, да, места. Вот перед вами в зале находится руководитель управления региональных программ, да, Георгий Давидович Толарай. И я думаю, что он предельно компетентен в том, чтобы ответить вам на ваши вопросы и показать, как правильно эту помощь запросить. Я хотела бы объединить мои слова к уважаемой коллеге, коллеге, австрийской коллеге, что русский язык нас объединяет. И русский язык путь, чтобы знать разные культуры. Русский язык нас объединяет и через русский язык. Например, наши студенты узнали, что хорошо узнали, что религия, исламская религия в России хорошо существует. И особенно, когда я показываю, например, мечеть в Москве, и нам удалось в прошлом году посещать конкурс через Корана с моими студентами, которые приехали на стажировку в Фруден. И они так обрадовались. Они сказали, что в нашей стране никогда не присутствовало такое мероприятие, а здесь мы уже присутствовали. Они очень обрадовались. И такие впечатления остались у них. Я не могу вам обрадоваться. Так. студенты, как я вам говорю, еще так, когда мы познакомились с русскими студентами, и особенно с верующими, когда они познакомились с верующими, но они христианство, конечно, христианство, и как они дружились именно с верующими, потому что они знали, как эти верующие христианства, как они относились к ним, как они ухаживали и так далее. Поэтому тогда получился такой диалог и взаимопонимание между музуниманами, между музуниманами и христианцем студентом. Я хотела подчеркнуть на одну вещь, когда я сделала однажды экскурсию у нас в Марокко, в Фессе, со студентами, и мы тогда посетили религиозный еврейский район. И один у меня студент, очень верующий из ламуроза мастер, не хотел, он так был против, он не интересовался слушать об этих рассказах о еврейском мире. А когда мы посетили Москву, и конечно сначала посетили мечеть, когда хотели посетить церковь, я сказала ему, я сын, если ты хочешь войти в церковь, так что неравнам? Он говорит, нет, нет, я хочу, я хочу. Уже совсем изменились у него идеи. Вот, поэтому надо только, наверное, нашим родителям только ориентироваться, как правильно. Надо ориентироваться. И я хотела еще закончить. У нас скоро наука отмечается в 40-летие год. Господин Сурман знает. Организуются мероприятия 40-ая годовщина, годовщина между Марокканской ассоциацией выпускников советских институтов, советских институтов и институтов. И, конечно, кто приезжает? Все, которые учились в Советский Союз и в России сейчас. Это значит, русский язык нас объединяет вне зависимости от религии, мусульман или христианства. И спасибо вам за все. Спасибо. Я надеюсь, что вы получите достаточное количество будет учебников, потому что, поверьте, для фонда «Русский мир» мы не исходим на статистике, где сколько студентов. Наоборот, на самом деле, где мало, мы хотим, чтобы стало больше. Да? Поэтому... Отец Антоний, озвучите в Таджикистан в этом году учебников русского языка сколько было? Я, кстати, я не помню, где-то сколько. Вячеслав Алексеевич, по-моему, несколько тысяч, да? Полмиллиона. 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 Поэтому, я думаю, что, в общем, просто нужно найти некий формат взаимодействия с фондом чисто логистически, да? Вы просто не прошли этот путь до конца и сделали немножко вывода, который, наверное, делать не стоило, будем делать большую работу. Вот вы в каком городе находитесь? В Мухаммаде, я работаю на городе. Университет Хазан-2. Не было из Марокко заявок? Не было. Не было. Не было. Я никогда не была. Просто вы сказали там, не было количество ребятов, так что вы в Арубе чекаетесь. Я хотела вас... Сейчас приятно к вам. Не выкладываю. Обращайтесь. Ну, теперь из Марокко мы, может быть, все-таки пойдем немножко тоже вот по берегу, по берегу Атлатики. Я думаю, что если по Атлантическому побережью Африки мы будем подниматься выше, дальше у нас будет Гибралтар, а дальше у нас будет Португалия. Вот. Поэтому мне бы хотелось предоставить слово Игорю Хашину, который руководитель русского дома в Лиссабоне, человек, который является давним другом русского мира, стоял еще у истоков на самом деле объединения соотечественников, когда этот процесс активно начался более 10 лет назад. Вместе с Игорем мы стояли у истоков создания европейского русского альянса, в общем, первой организации такого рода, сетевой, да, поэтому Игорь, что-то, вот, какие-то благие вести из Португалии. Спасибо большое и межрелигиозного диалога, и действительно какого-то совместного свидетельства перед вызовами того самого постсекулярного общества, о котором мы сегодня столько говорили. Спасибо большое Александр Антонович за такое представление, добрый вечер всем, условно, приятно участвовать в подобном форуме, очень интересно. Я, наверное, коснусь нескольких вопросов. Во-первых, взаимодействие и сотрудничество, и второй, наверное, вызов, который возникает перед нами сейчас в современном обществе. Первое, ну, наверное, можно сказать, что мой опыт взаимодействия межрелигиозного диалога, так скажем, возник, когда молодая иммиграция в Португалию, начиная с 2000-х годов, в молодой иммиграции возникла потребность к духовному развитию и к пастырскому слову. В этот момент, наверное, начиная с 2002-го года, начали организовываться первый приход на территорию Португалии. И именно католическая церковь в этом случае оказала помощь и поддержку православным священникам, которые пребывали в территории той же страны. то есть были предоставлены места для богослужений, велась поддержка. В настоящий момент я могу вам сказать, что при поддержке местных властей и, так скажем, непротиводействия католических властей церковных в ряде городов Португалии выделяется площадь или будет предоставляться земля под строительство православных храмов. Процесс непростит, очень сложный. Я не могу сказать, когда на этих землях будет стоять православный храм, но определенная толерантность в этом вопросе существует. Как со стороны так скажем светских властей, так и со стороны церковных властей. Одновременно с этим я хотел поднять здесь один из вопросов, который наверное может каждая из традиционных конфессий назвать вызовом для себя, вызовом для своей конфессии. Очень интересное было выступление девушек, которое объединяет ряд женщин, которые например к различным конфессиям. Я думаю у них тоже этот вопрос возникал. Это сектор. Очень много появляется в последнее время ловцов человеческих душ. И впервые, когда мы с этим столкнулись, это как раз в момент открытия первых приходов. То есть ко мне стали периодически появляться какие-то батюшки, которые просили дать оповещение по стране либо прием какому-то конкретному собрать людей, на службы и так далее. На первый вопрос, который у вас есть какой-то документ, скажите мне ваш мандат, то есть мне как-то речь, зачем, да что, вы верите в Бога, или не верите в Бога, мы тоже приехали в документ. Пока наконец нам буквально это шла довольно активная такая в течение полугода-года попытка застолбить место на территории страны, пока наконец отец Арсений нам известный не появился и первый вопрос, который я ему задал, я говорю, здравствуйте, покажите ваш мандат, я вам попался, прислал фарк, действительно, наидольное направление о том, что человек по этому служит. С тех пор нашел из вас, но секты не остановились. Понимаете, существует определенный вызов со стороны секта, они завлекают людей под различными так скажем призывами «любите ли вы Бога» и так далее и потихонечку увлекают их в тоталитарные организации, которые фактически разрушают человеческую личность и духовность человека. Поэтому я думаю о противодействии данным сектам и вообще сектам как явления должно служить своего рода объединяющим началом для представителей всех традиционных конфессий. Следующий момент, который хотел тоже обратить внимание, это, наверное, больше обращенный к мусульманской части присутствующих здесь. Это, наверное, необходимость большего разговора и залога и просвещения о том, что такое истинный ислам. Мы столкнулись с этим в одном из проектов, куда были предмешены в качестве партнеров общий европейский проект связанный с темой беженцев. Беженцев, которые, как вы знаете, большое количество сейчас склонило в Европу. Представители от организации были направлены в рамках проекта и поприсутствовали, участвовали в работе программы на территории Пио-Италии. Побывали в одном из лагерей беженцев. Поговорили с местными властями. Выясняется очень простая вещь. На самом деле местные власти не знают, что такое традиционный ислам и не знают, что такое радикальный исламизм. И в лагере, в котором находилось порядка трехсот человек, они не смогли понять, кто из этих людей является приверженцем традиционного ислама, а кто из этих людей является радикальным исламизмом. Потому что насколько мне удалось познакомить с людьми, занимающимися исламом, изучающими ислам, в исламе нет призыва к насилию, нет призыва к антитолерантности как таковой. В случае же, когда мы сталкиваемся с радикальным исламом, там несколько иное. И для местных властей очень сложно вновь понять, кто перед ним. Потому что приходит человек, я проповедую ислам, я мусульманин. Часто европейцы в силу своей сверхтолерантности на это обращают внимание, пытаются помочь ему всем, чем могут. Включая площади, включая организация медийного пространства территории страны, а потом выясняется, что этот человек на самом деле является представителем радикального исламизма и сподвигает людей абсолютно нехорошие вещи. Далее для меня одно из решений, которое в рамках этой программы возникало. Европа ищет решение для этого вопроса. Не знает, как его найти. Для этого привлекает общественная организация, пытается вести диалог со всеми. Но решения нет. Решение только возревает. Здесь именно представители традиционного ислама должны занять очень яркую позицию, активную позицию. Мало того, такие организации, как ваши, я считаю, не должны в Совете Европы были людьми. Конечно, удивлены. У них подобного решения не возникало. Отец Антониев действительно сказал, что Брюссель это нонсенс, интересный шаг, интересный механизм. Если вы со временем пытаетесь распространить вашу модель, ваш пример, не только на русскоязычное пространство, но и в начале взаимодействия, диалога с европейским партнером, показав им, как надо работать. Я думаю, будет очень хороший пример. Спасибо большое. Спасибо, Игорь. Сразу несколько важных тем. Во-первых, Гюзель, для вас такой вызов, понимаете, для вашей женской организации. На самом деле, ваш опыт уникальный, и вот, как бы, я об этом сказал несколько слов, как вы видите подтверждение из Португалии, потому что и важно, что это не какая-то искусственно навязанная модель, а это действительно инициатива снизу, тем более, что Европа любит что-то связанное действительно с темой эмансипации женщин. На самом деле, покажите, как может происходить подлинная такая женская солидарность, почему она может вести. Но то, что Игорь сказал, да, это действительно очень грустно, потому что нет механизма. Вот сегодня Казрат, когда он разговаривал, потребил, тоже, может быть, мне кажется, даже более интересное словосочетание просвещенный ислам, потому что когда мы говорим традиционный, тут все-таки бывают некие как бы разночтения, а вот просвещенный ислам тоже очень-очень нам взят хорошая фраза, потому что действительно, если люди по вот такому радикальному исламизму сначала не понимают, что это, принимают позитивно, а потом, к сожалению, уже этот негативный стереотип вот этого опыта проецируют и на ислам как таковой, да, и на вот тот самый просвещенный ислам, который на самом деле говорит не о внешнем джихаде, а о внутреннем джихаде, об обе со страстями, да, со своим эго, да, о всем, о том, о чем говорим и мы, на самом деле, да, но как людям показать наличие такого ислама, да, вот для этого должны быть форматы, и вот такие вот акции, действительно, форматы социальные, сетевые, как вот предлагает Гюзель, они, мне кажется, являются ключом, в общем-то, к решению этой проблемы, да, и это, опять же, та самая идея русского мира для мира, да, вот одна из, не просто идей, а уже и, так сказать, акции, модели русского мира, действительно, для остального мира очень актуальны, они еще не приблизились к этому, да, Рушан Хадрат, да, пожалуйста, на самом деле, понимаем, что сегодня на самом деле, понимаем, что сегодня наш опыт России, он довольно-таки востребован, и мы это видим по приезду большого количества делегаций стран Запада, нас посещали и министерства внутренних дел Германии и других государств, которые приезжали, ну, даже Хиллари Клинтон, когда она была госсекретарем, она посещала специально Казань, Татарстан, для того, чтобы посмотреть, как сегодня в Татарстане представители наших традиционных религий живут вместе на протяжении многих веков, и на самом деле мы не бездействуем в этом вопросе, хочу сказать, и последнее вот крупное мероприятие, которое мы проводим уже не в России, это мусульманский международный форум, который мы два года назад провели в Лондоне впервые, куда мы опять же пригласили представителей наших мусульманских религиозных организаций Европы вместе с Русской Православной Церковью, с нашими партнерами также католической церкви и так далее, мы все вместе еще раз показываем и демонстрируем вот эту вот модель того, как у нас это выстроено в России, и мы демонстрируем ее на Западе. Вот буквально в декабре, на следующем, в следующем месяце у нас будет по просьбе нашей татарской общины Финляндии в Хельсинках, а мы очередной форум, международный форум будем проводить уже в Хельсинках. в декабре, который опять же будет направлен именно на вот то, что мы говорим, показать просвещенный ислам, то, о чем вы говорите, и куда мы приглашаем лидеров, в том числе наших мусульманских объединений. Вот здесь про Эстонию тоже говорили, хочу сказать, что, что тоже, в Европе татары, которые переселились в Эстонию, Финляндию, они выходцы из Нижегородской области, и многие сегодня уже проживают там не в первом поколении, они также сегодня возглавляют мусульманские общины, да, где-то вопрос решается с мечетями, где-то нет, но через вот такая новая форма сегодня появилась, она очень востребована, и у нас, в том числе в России, мы сейчас форматируем работу под созданием мусульманских центров, таких культурных посвятительских центров, куда может прийти любой, и в формате такого общения, диалога мы стараемся выстраивать эту работу, поэтому, хочу сказать, мы не бездействуем, работаем в этом направлении, и вот нашу модель, наш опыт такого добрососедства, которое складывается в России, и мы уже стараемся показать в странах Европы, Запада, и не только, буквально в сентябре мы провели большую конференцию с нашими партнерами Китая, духовный шелковый будь, тем самым и привлекая сюда и Среднюю Азию, потому что те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, то, что вы сказали очень правильно, эти радикализм, экстремизм, они волнуют все в нашем мусульманской сообществе, не только мусульманской представители наших также традиционных религий, и в этом отношении мы встречаемся, прорабатываем, но и вот, как уже было продемонстрировано, на практике пытаемся реализовывать какие-то программы уже, которые сплачивают и показывают. поэтому, да, еще, может быть, мы не успели весь Запад, мы сами только встаем на ноги, у нас 25 лет свободы, и, конечно же, в первую очередь, как и представители наших всех традиционных религий, мы потратили основное время на воссоздание инфраструктуры, которая была утрачена в годы советской власти. и вот один из проектов, который был вместе с нашим партнером фонд «Русский мир» сделан, вот, Иркен хочет его презентовать, это «Священный Коран», который мы на русском языке разных авторов сделали для того, чтобы для всех была возможность узнавать правильное понимание вострения ислама и священного Корана. Спасибо большое, Аброшан Казан, Иркен, у тебя еще есть налет на? Где-то спрятано, мне кажется. Потому что желающих, я бы, больше. С собой мало, да, но я знаю, что на складе фонда есть. Мы можем обратиться. Я просто поздно, раздал, просто три минуты расскажу, что ли. Да-да-да, конечно. А вот, давай. Двуязычная программа «Священный Коран и Хадисы», создана при непосредственном одобрении муфти Хазрата Брави Гаинудином при финансировании фонда «Русский мир». Причем договор, когда подписывал еще лично, Вячеслав Алексеевич, Никонов, он тогда был директором. «Русский мир». То есть, программа создана в рамках проекта «Время говорит по-русски». Вот как раз сейчас в плане нашего Марокко я вам скажу, что для того, чтобы помочь мусульманам учить русский язык через самую святую для них книгу, она на двух языках. И читать можно, и слушать. Все на двух языках. Причем сейчас диски, они более сувенирный подарок я сделал, потому что эта программа давно, ну не давно, год, ровно год назад мы презентовали на Азамблее и Русского мира мобильные приложения. Она есть и в App Store, и в Google Play. Можно на смартфон установить, если у вас смартфон с собой, и в App Store. Юрген, спасибо большое. И мне бы хотелось, мы уже вышли, но на самом деле было бы, наверное, справедливо и сейчас, поскольку мы в гостях на Нижегородской земле, и сегодня в своем выступлении, кстати, большой наш друг Агритор Ескин, говоря о Нижегородской земле, вот, очень было приятно услышать из уст представителей иудейской общины, упомянул подвиг преподобного Серафима Саровского, который связан с, ну, все знают, что такое Дивеево, все знают, что такое Саров, это совершенно особое место. Вот на днях, мы тоже говорили об этом с Вячеславом Алексеевичем, вспоминали слова Акафиста преподобному Серафиму Саровскому, написанные интерполитом священному ученику Серафимом Чичаговым, там есть такие слова, которые оказались профетическими, да, что радуйся Отечеству, нашему щит и ограждение. И вот так оказалось, что потом тот самый ядерный щит, да, который на самом деле помог и сохранить вот такой долгий мир, на самом деле, после Второй мировой войны, что этот ядерный щит копался в Сарове. Ну, Вячеслав Алексеевич высказал мысль, что, скорее всего, Иосиф Миссарионович читал это так, а как и знал, как делать в центре, потому что в центре надо было сделать правильно, на моленном месте. Вот, это тоже такая очень интересная, на мой взгляд, версия. Но я к чему веду, что вот сейчас очень много споров вокруг такого предмета, как теология в вузах, да, это довольно новый предмет, и не все суждения, оценки доброжелательные, и вот мне бы хотелось буквально два слова, действительно, два слова предоставить Оксане Валерьевне Савченко, заведующей кафедрой теологии города Саров. Оксана Валерьевна, вам слово. Я представляю Сарову. У нас в Сарове филиал ядерного университета МИФИН, Саровский физико-технический институт. И вот в нем я уже 16 лет возглавляю кафедру теологии. Мы выпустили специалистов-теологов, учили учителей, и вот на следующей неделе мы празднуем в Семенбургском дворце Семьдесят пять лет ядерного университета. Но я хочу сказать даже о другом. Мы живем в закрытом городе, в очень закрытом. Если бы он знает, нас пригласили представители нашего университета и их университета МИФИН на этот форум. И хотелось бы выразить, конечно, огромную благодарность организаторам этого форума. Здесь, пользуясь возможностью личного качества Алексеевича. Не за что, не за что. Спасибо. Да, большое вам спасибо, потому что, конечно, очень приятно вас здесь всех видеть. И поразительно то, что вы все люди разные, и разных религий, и из разных стран, и все так прекрасно говорите на русском языке, и замечательно знаете русскую культуру, и между вами действительно диалог, очень такой душевный, духовный диалог. и мне вот как представитель русской, нижегородской области, это очень приятно, и особенно приворяется как преподавателю истории, социологии, потому что мы учим студентов, будущих физиков, которые как раз укрепляют наш ядерный щит нашей страны. И я приеду, обязательно им вот расскажу о вас, о вашей работе, и о вашей любви и о вашей любви. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. На самом деле тот факт, что мы вышли уже за пределы графика, и на самом деле нам не хочется расходиться, это свидетельствует о том, что очень важно было сделать такую секцию в рамках Ассамблея Русского мира, и возможно имело бы смысл делать такие встречи и в дальнейшем, и мы действительно поговорим о том, как это делать максимально эффективно, но помимо встречи не могут быть очень частыми, а вот общение, оно должно быть постоянным. Поэтому я думаю, что вот эта работа, она позволила нам сейчас наметить уже какие-то контуры, которые мы будем уже смотреть, что можно вместе сделать, чтобы в следующей секции, в следующей Ассамблее мы могли не только еще раз пригласить друзья, чтобы она рассказала, как ее женское движение идет по планете, но что еще возможно какие-то другие инициативы появятся, которые объединят и православных, и старобрядцев, и мусульман, и католиков, и мне бы хотелось бы действительно воспользоваться тем, что у нас Вячеслав Алексеевич в гостях, и может быть несколько буквально слов, чтобы Вячеслав Алексеевич бы сказали всем нам. просто вот перед тем, как мы пойдем уже и продолжим наше общение в таком неформальном каком-то ключе. У нас там в советское время говорили, я Солженицына не читал, но скажу все, что я о том думаю. Я только что подошел, поэтому я не слышал, о чем здесь говорили. Заключительные дискуссии мне показались действительно очень интересными, содержательными. Поэтому, ну что я могу сказать, мне комментировать дискуссию сложно, но я очень рад всех вас видеть и естественно приглашаю вас продолжить наше общение.